Обратим пасхальное приветствие ко всем людям, ближним и дальним. Будем неленностно трудиться ради процветания стран, в которых мы живем. Возношу горячие молитвы ко Господу одарования нам жизни мирной и благоденственной. Да не сошлет Он Церкви своей помощи силы усердно служить духовному благооправляемых Ей народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и любви. Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего торжественный возраст пасхальной радости о Боге, поправшим в смерть и завоскресившим с тобой все человечество. Христос воскресе! 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 Пасхальное послание священности церковнослужителей, монашества и всеверным чадам, Святой Эстонской Православной Церкви, Воскресе! Ангельские силы на гробе твоим стрибущего мертвеша, ты воскреси из мертвых Господи славы тебе! Дорогие браки и отцы, браки и сестры, Какие уроки дает нам Слово Божие в пасхальных дни? Первый день недели Мария Магдалина приходит к огробу, приходит рано, пока еще темно, в то время, когда ученики все в страхе разбежались. Что же привело ее и других женщин в столь раннее время к месту погребения своего учителя? Благочестивой женщине принеси с собой мира и ароматы. Несмотря на позорную казнь Иисуса Христа вместе с разбойниками, смерть его на кресте, они хотели воздать ему положенные почести и по обычному идейскому помазать тело Спасителя благовониями. Мироносецы любили его, были ему преданы, и потом пришли, преодолев свои страхи. Первая гроба Спасителя оказалась Мария Магдалина, грешница, которая, задарованная ей Господом прощения, оставила свою греховную жизнь и всюду следовала за Иисусом, всем сердцем немая его учений. И что она видит? Видит, что камень отвален от гроба, но тела его нет в гробе. Мироносеца не сразу поняла, что Христос воскрес, потому что сердце ее было закрыто от горечи и утраты, ослабело веру в воскресенье Христова. Сердце не сразу проснулось, чтобы увериться в воскресенье. Но зато как радостно забилось оно, когда Мария увидела Учителя в обновленном церкви, которому даже ей, очистившись свою душу покаяния, Господь не разрешил прикоснуться. Мы же рано пришли к пасхальной заутрине, что мы тоже ждем воскресенье. Как Мария Магдалин с горящим сердцем искала причистое тело Спасителя, так и мы с возжженными свечами ожидаем его воскресенье. Но сможем ли мы отрешиться от своих повседневных забот, чтобы уизрить Христа Спасителя, восставшего от смерти к жизни, ради нашего спасения, претерпевшего крестные муки? Грехи наши мешают проникновению Божественного Света, а более всего препятствуют этому отсутствие любви, неумений или даже нежеланий возлюбления ближнего. Апостол Павел говорит, теперь пребывают все три вера, надежда и любовь. Но любовь без них больна. Любовь и преданность привела мироносец в раннюю пору к обробке. За эту любовь Мария Магдалина была удостоена лицезрения воскресшего Спасителя. И апостол Павел говорит, теперь пребывают все три. Апостолы верили во Христа. Они надеялись, что с ними пришло Царствие Божие. Но для того, чтобы быть со Христом, даже тогда, когда и веры мало, и надежда не тверда, необходимо больше. А больше любви, преданной нам крестными страстями Спасителя, во имя нашего спасения. Надо принимать его учения не умом, а сердцем, как жены мироносецы. То есть надо уметь любить, а если есть Христова любовь, то и вера, и надежда найдут свое место. Любовь всему верит, всего надеется. Умеем ли мы любить так, как заповедовал Христос? Преданы ли мы Ему так, как жены мироносецы? Стремятся ли наши сердца ко Господу? Если мы способны любить, то Господь откроет нашу душу Ему навстречу и простит наше согрешение, помилует нас, как помиловал Мария Магдалина. Такие уроки дает нам Слово Божие в пасхальные дни. Его заповедь чистый сердцем, Богоузрит, проверенная жизнь их. В пасхальные дни мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе, трекратным лапзанием». Но чтобы лапзания наши не стали лицемерными, не лапзанили дам, як уюта, возлюбить надо всех ближних наших любовью Христовой, принимая такими, какие они есть, прощая человеческие слабости, как прощал Спаситель. Дадим путь Спасителю, который поведет нас за собой к свету Своего Царства, принесем Ему благовоние, добрых дел, как принесли аромат и мироносец. Христос воскресе! Дорогие и дорогие сестры, чадо нашей эстонской православной церкви, московского патриархата, приветствую и всеми приветствуем с великим праздником Святой Пасхи. Да поможет нам Господь ощутить пасхальный свет во всей его полноте, чтобы после пасхальной заутренней мы принесли его, как жены мироносеца, в свои дома. Из глубины души желаю светлой и радостной пасхальной любви, спасения и единия со Христом Спасителем. Кормилий, митрополит Таллинской, Северственной Пасхи, Христовый, 10-й год, Таллин. Христос воскресе! Христос воскресе! Северственной Пасхи, Христовый, 10-й год, Таллин. 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 Северственной Пасхи, Христовый, 10-й год, Таллин.